Всех приветствую на своем канале. Так получилось, что у меня тут у вас стало около тысячи, сечи даже чуть больше, в общем, тысяча подписчиков, и, как я поняла, многие хотят конкурс. Конкурс я ни разу не проводила, видео, как обычно, спонтанное, но я слегка подготовилась, посмотрела, как это делается, там выбирается на каком-то сайте, по-моему, рандом что-то такое, победитель методом тыка, два варианта, вариант со скриншотом и вариант без скриншота. Благодаря, опять же, ютуба узнала, как это все делается, ну и, в общем, подумала я подумала и решила так, просто репосты, мне кажется, это скучно. Поэтому вот это немножко, если вам захочется поучаствовать, конечно, я потому что сомневаюсь вообще во всем этом, я до сих пор немножко в шоке, пребываю от того, что вы меня вообще смотрите, все это местами, я же вообще говорю на камеру какой-то конкретный бред, как мне кажется. Ну, в общем, так, раз вас набралось тысяча, и раз уж я пообещала, ну, второе там будет видео, конечно, может, чуть попозже запишу по поводу вопросов, может, я его вроде как тоже обещала и вопросов там поднакопилось. В общем, видео про конкурс. Если вам нравится мой канал, а вам же он чем-то вам нравится, должен нравиться, иначе фиг ли вы тратите свое время на просмотр меня, то делаем так, вы пропустите вот это вот видео, которое я скину на ютуб, я думаю, много у кого есть аккаунты ВКонтакте, ну, или в какой-нибудь другой социальной сети, в крайнем случае, можете написать мне личное сообщение в ютубе или в комментариях под видео, и можно будет решить там, ну, как-то, есть же у кого-то эти, блин, как она, одноклассники и прочие социалки. Ну, в основном, для тех, у кого контакт, делаем так, есть у меня дурацкая такая группа, вообще сделана она спинка Аленки, довольно-таки мертвая, там 9 человек, и никому это ничего не надо. Называется она там что-то такое поменяшки с посылками. И я потом ссылку под видео на нее оставлю, и я планирую просто репостнуть туда вот это видео, а люди, которые репостящие, ну, в общем, если вы будете участвовать в этом конкурсе и репостить это видео, просто кидаете туда в камень, ну, там плюсик, я там типа единичка, да, и ссылочку на свой репост. Ну, и репост закрепляете, или закреплено оставляете, или так, чтобы я увидела его там, ну, где-нибудь третья, четвертая запись, не более. И чтобы вам не засорять свою стенку, и так как я не знаю, как у меня будет там со свободным временем, то-се, и может быть, я свалю вообще опять на дачу, без интернета, ну, и в этот раз, то я думаю, до 29 мая, я думаю, нам вполне хватит времени. Условия таковы, я тут написала на бумажке, если вдруг не видно зеленой ручкой, потому что у меня сейчас только зеленая паста есть, в общем, вы репостите это видео к себе на стенку, и пишите, мне нравится смотреть канал Лёли, а дальше 2-3 предложения, ну, вам же чем-то нравится смотреть мой канал, без разницы, можете гнать от себя тяну. Так, ну, и, соответственно, это репост, ссылка потом в группе, которую я там подкинула, ссылка под постом, соответственно, допустим, Наташа Иванова плюс 1, и ссылка там на страничку, на запись этого всего бреда. В общем, что я решила послать одному из своих няшных подписчиков. Подписчики, вы же няшные, да? Я порыла свои эти закрома Родины, посмотрела, что у меня есть нового, с чем я готова расстаться ради вас, няшные подписчики, ну, или кто-то там один няшный подписчик, и, в общем, как, чтобы кого-то, возможно, познакомить с маркой Green Mama, кого-то, возможно, познакомить с Эйвоном или и Фраше, но я думаю, что Эйвоном и Фраше, в принципе, много кто юзает, но на всякий случай. В общем, начну, пожалуй. Скрабленок, тысячелестник и вулканическая пизма отшелучивающий крем. Это Green Mama, 100 миллилитров, он был у меня в одном из обзоров, в принципе, ну, до февраля 17-го года, я думаю, вполне такой нормальный срок, при желании, можно заюзать. Я думаю, он подойдет и мальчикам, и девочкам, ну, я думаю, что мальчики, наверное, тоже будут участвовать, а мальчики, в принципе, тоже люди, но я не говорю, что девочки не люди. Он, сейчас гляну, что там с ним, он зафольгированный, соответственно, новый, я его еще не юзываю, я готова с ним расстаться, ради кого-нибудь из вас. Потом, вот эта вот штуковина, которая мне выдалась в подарок в Эфраше, это у нас пена для бритя 200 миллилитров, sensitive home, ну, для мужчин, в принципе, могут и женщины юзать. Почему я с ней готова расстаться? Я тупо не знаю, как эту хрень открыть, но я думаю, мужские руки сообразят, ну, или женские. Да и потом, в принципе, нахрена она мне? Да и надо что-то набрать на посылку, чтобы послать человеку и порадовать его. В общем, это Эфрашевская вещь. Тут у меня пара пробников, новых туалеток Эфраше. Это роза, что-то там, по-моему, это парфюмерная вода, и листья вербены. В принципе, чисто даже на затест одной салфеточке там понять, хочется вам это, не хочется, жаба, допустим, душит на полноценный флакон или маленькую меньку, а тут вскрыли, понюхали, поняли, надо, не надо и пошли, если что, купили. Потом пробник мужской туалетной воды для, в общем, туалетная вода для мужчин Мекс. Life is no for him. Мне она как-то пришла в подарок рекламная такая за заказ в Азоне. Она у меня лежит, есть, не просит, но у нее подозреваю, когда-то срок годности наверное должен закончиться или не закончиться. Ну, я думаю, что просто в довесок так вылить на себя. Оно там открывается, там вот такая водичка выливается. В общем, такая хрень. Так. Если вы попарили пяточки, вам понадобится кремик, да? Я, в принципе, совмещаю разные марки разных этих фирм. Вообще, разные фирмы. Я думаю, что ничего плохого не будет, если вы после этого помажетесь вот этим кремиком. Эйвен, Планета Спани, предзайденное питание с маслом африканского дерева ши, крем для рук, ступни и локтей, 75 миллилитров. Вот такой. Так. Потом. Чтобы вы вдруг после тяжелого дня решили расслабиться и вы любите лежать в пене, точнее в ванной, вот вам такая классная пена. Эйвен, орхидеи, малина, пена для ванн, 250 миллилитров. Вообще, у меня еще таких 2 или 3 штуки. Очень вкусная, классно пахнет. Ну, вот такое вот. Потом. Я буду не я, если не предложу, вот сейчас, наверное, там я не знаю, конечно, как вы на это реагируете. Мыло имени Лёли с соком алоэ и чередой. Вообще, первый кусочек я уже заюзала, а это у меня в закромах родины второй лежит. Ну, типа звездочка. И, конечно, я буду совсем не я, если не предложу вам подсесть на пуэрчик. Раз пуэрка, два пуэрка, важно, зеленая. Еще пуэрка, и еще пуэрка, ну, и еще пуэрка, и еще дает таких. Так, ну, и, конечно же, если вы вдруг простудились, а вам завтра на работу, на экзамен или в школу и не хочется болеть, то вам, конечно, поможет Кудин. Проверена на Лёле во время сессии сто лет назад. Ой, одна палка упала, но я ее заменю потом на свежую. Соответственно, одной палки хватает на чайник или на чашку на три заварки и довольно надолго. И много-то ее не попьешь. Кудин, с того чайного обзора про Кудин. Вот такие пироги. Опять у меня все сумбурно, все через одно место. Ну, в общем, если вам это интересно, вся эта фигня и весь этот конкурс, то приступайте к репостам, включайте свои мозги, ну и спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok